Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. С вами я, Александр Масликов, и вот что произошло в нашем городе к этому часу. Компаниям-отловщикам «Белух» и «Касата» грозят штрафы в десятки миллионов. Слушания продолжаются во Фрунзенском суде. Явились, по сути дела, заложниками той системы, которая у нас есть. Но с другой стороны, надо было думать, раз у нас такая вот система, значит, если мы туда пошли, то значит, нужно как-то что-то было делать, либо не участвовать. Звездные гости на «Звездном радио». Янина Мелехова в эфире радиостанции «Лема» рассказала о начале актерской карьеры, о жизни вне камер, а также о спектакле про Фаину Раневскую. Это о последних днях ее жизни, и, ну, это такой смех сквозь слезы, я бы сказала. Обузданная агрессия. Чемпионат по пляжному регби прошел во Владивостоке в бухте Лазурное. Тут за пять минут устаешь, как за месяц тренировок хорошо прям. Повозволяет хорошо поддерживать форму. Собственно, мы этим пользуемся активно. Также в выпуске. Морской перекресток. Американский ракетный крейсер чуть не столкнулся с кораблем «ТОВ» «Адмирал Виноградов». В сети обсуждают российских моряков. Еще расскажем. Молодые и деловые. В «Авгоэс» прошел третий отборочный чемпионат по стандартам WorldSkills. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. В столице Приморья на этой неделе Фрунзенский районный суд Владивостока продолжит слушания по административным делам в отношении компаний отловщиков «Косаток» и «Белух», которые содержатся в бухте «Средняя» под находкой. Напомним, документы по административным делам по статье «Нарушение правил и требований, рекламентирующих рыболовство, в отношении четырех компаний поступили в суд от регионального пограничного управления ФСБ». Подробности в нашем следующем материале. Афалина, Сочинский дельфинарий, Океанариум ДВ, Белый Кит. Документы в отношении этих четырех компаний по статье «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство» поступили в суд от регионального пограничного управления ФСБ. Рассмотрение дела в отношении компании «Белый Кит» началось 4 июня. В частности, претензии заключались в том, что животные были выловлены не тем судном, которое было заявлено в разрешении на отлов «Косаток». Также компания не предоставила документы учёта вылова и не уведомила пограничного управления о месте выгрузки животных. «Моё личное мнение заключается в том, что сам вот этот вот весь процесс не должен образом на определённых уровнях определёнными документами регламентирован. Отсюда возникли очень много, так сказать, проблем. В том числе, это, кстати, у рыбаков, которые осуществляли этот лов. И, соответственно, это, кстати, у органов, которые выдавали разрешительные билеты. То есть это всё должно было бы определённым образом регламентировано». А 7 июня суд назначил компании «Белый Кит» штраф в 28 миллионов рублей. Теперь у компании есть 10 законных дней на обжалование штрафа через Приморский краевой суд. Начинается на этой неделе и слушание дел по двум другим компаниям, отлавливающим животных. Это Афалина и Океанариум ДВ. «Честно сказать, я в шоке от поведения представителей отловщиков. Множество раз. Сначала заседание я ещё считала. Насчитала шесть раз, как судья сделал замечание всем представителям отловщиков. Хихиканье, перебивание, громкие высказывания, то есть повышение голоса. Ну, я не знаю, я считаю, это просто недопустимо. Я считаю, привёл достаточно доводов, чтобы доказать, что отловщики совершили огромное количество ошибок». А вот рассмотрение дела о нарушениях правил рыболовства в отношении компании «Сочинский дельфинарий» Фрунзенский районный суд Владивостока перенёс на 19 июня. Ожидается, что в этот день привлекут дополнительных свидетелей по делу. Сегодня в бухте Средняя находятся 10 косаток и 87 белух. В середине мая власти Приморья заявили, что животных могут выпустить на волю в течение двух месяцев. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, а кроме того, были признаны незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух. Олег Завьялов, Евгений Апарин. Новости на Восьмом. Спасатели нашли затонувший у берегов Владивостока катер и тело пропавшего при крушении пассажира, сообщает Главное управление МЧС РФ по Приморскому краю. Напомним, катер затонул в четверг вечером в районе острова Уши в бухте Новик у острова Русский. На борту было 4 человека. Спасатели оказали помощь двоим, третьего нашли на берегу острова. Медпомощь им не понадобилась. Двое мужчин выплыли сразу же. На место прибыли спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВСО. Оказание помощи медицинской не понадобилось. В течение трех часов был найден третий мужчина, который выплыл на остров Русский. Также медицинская помощь не понадобилась. Поисковые работы по обнаружению четвертого мужчины и самого плавсредства были приостановлены в связи с темным временем суток. К поисково-спасательным работам было привлечено 5 человек и 2 плавательных средства. Поиск был затруднен малыми глубинами и подводными рифами. Затонувший катер был обнаружен при проведении поисковых работ в акватории Амурского залива на глубине 20 метров. Спасатели-водолазы немедленно приступили к работам по обследованию катера. Водолазная группа в затонувшем катере нашла тело пропавшего мужчины. Тело поднято на поверхность и передано сотрудникам полиции. В Восточно-Китайском море американский ракетный крейсер чуть не столкнулся с российским большим противолодочным кораблем ТОВ «Адмирал Виноградов». Отряд кораблей Тихоокеанского флота и авианосная ударная группа ВМС США двигались параллельными курсами. Американский крейсер внезапно изменил направление и прошел всего в 50 метрах от российского корабля. Чтобы избежать столкновения, экипаж адмирала Виноградова был вынужден совершить экстренное маневрирование. На международной волне командования американского корабля был заявлен протест и указано на недопустимость подобных действий. Ну а в США, как водится, ответственность за произошедшее возлагают на российских моряков. Инцидент в Восточно-Китайском море прокомментировал председатель Совета директоров Национальной ассоциации объединения офицеров запаса вооруженных сил Владимир Богатырев. Он отметил, что правила морского судоходства очень четко определены и в них прописан запрет на пересечение курса боевых кораблей, потому что это может привести к столкновению. Действия же американских моряков эксперт считает откровенно вызывающими и демонстративными. Далее, по его мнению, скорее всего, последует действие политико-демломантического характера. Тем временем в сети оценили реакцию российских моряков на сближение с крейсером ВМС США. Об инциденте написали многие СМИ. При этом особое внимание было уделено российским морякам, загорающим на палубе адмирала Виноградова. Один из иностранных пользователей отметил, что СНН осветил сближение российского и американского военных кораблей излишне воинственно, создав при этом картину преднамеренного нападения со стороны России. Тогда как загорающие в такой рискованной ситуации российские моряки явно свидетельствуют о том, что все это было случайностью. Выход России из Совета Европы уже не первый месяц обсуждают депутаты, общественные деятели и представители власти самых высоких чинов. В этом случае россияне будут лишены не только возможности обратиться в Европейский суд по правам человека. Этот шаг вернет вопрос отмены моратория на смертную казнь. Напомним, мораторий на вынесение смертных приговоров был введен Борисом Ельциным в 1997 году и считался первым шагом на пути к демократизации России. Однако многие россияне до сих пор критикуют это решение. Так, например, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который много раз выставлял свою кандидатуру на президентских выборах, всегда включал в свою программу восстановление смертной казни. В этом непростом вопросе разбирались приморский адвокат Игорь Поляков и журналист Андрей Калачинский в прямом эфире Радио Лема. Продолжение следует... Смертная казнь – это временное явление, естественное состояние общества, государства тогда, когда она применяется. История применения высшей меры наказания в России весьма неоднозначна. С одной стороны, смертная казнь существовала всегда. С другой, такие политические фигуры, как императрица Елизавета Петровна и Екатерина II, не прибегали к этой мере наказания фактически. И смертная казнь существовала только на бумаге. Церковь наша, мать наша, земли русской, православная церковь Московской Патриархии, она предложила провести референдум по этому вопросу. А ей-то зачем это? А для меня вот здесь тоже большой вопрос, потому что, если я правильно понимаю, учение Бога нашего Отца и Сына и Христа, там явно написано «не убей». И, по идее, если мы читаем только Евангелие, то там ясно написано, что смертная казнь для христианина невозможна, он не должен ее поддерживать. Я даже вам напомню такого выдающегося деятеля русской литературы и общественной мысли, как Рев Николаевич Толстой. Вот он именно активно говорил, что если ты христианин, то ты должен быть против смертной казни. Поэтому вот этот вопрос, с одной стороны, масса людей говорят «распни его и казни его», а с другой стороны, самые передовые, лучшие, интеллектуальные люди говорят «одумайтесь, люди, не надо никого обивать». Смертная казнь в России назначается только по 105-й статье Уголовного кодекса за убийство с особой жестокостью. Единственным видом смертной казни является расстрел. Казнить нельзя женщин, а также мужчин до 18 лет или тех, кому более 65 лет. У сторонников смертной казни очень сильный аргумент. Он эмоциональный. Они говорят «хорошо, все говорят об отмене смертной казни, а поставьте себя на место потерпевшего». Вот изуродованный труп вашего близкого человека, а вы подойдите и скажите «милую преступника, это может быть судебная шитка, иди, убогий, ты грек на душу взял, с ним живи». Я думаю, если ты так будешь говорить, милиция вызовет скорую помощь, тебя отправят. Проверят, потому что посчитают, что у тебя нарушена реакция на стресс психика. Реакция нормального человека – это возмущение, это гнев, это желание растерзать убийцу. Поэтому всегда стоит кордон. Преступник, задержанный даже, потерпевший, я условно говорю, группа быстрого реагирования. Тебя никогда не допустят, что ты подошел его, перекрестил, простил ему, потому что реакция твоя может быть неадекватной. Важный аргумент в пользу моратория на смертную казнь заключается в том, что это одна из мер наказания. Но целью наказания является исправление осужденного. Но как можно исправить человека, если его лишили жизни? А вот будет ли мораторий продолжен или Россия вернется к практике, которая на данный момент существует в Китае, Соединенных Штатах Америки, а также странах арабского мира, покажет время. Катерина Матвеева, Станислав Лазевный, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом. Во Владивостоке прошла акция по раздельному сбору мусора. Ее организовали волонтеры из экологического движения. Пункты приема были открыты в двух местах. В сквере Дворца культуры железнодорожников и у главного корпуса ДВФУ. Горожане сдавали здесь ненужную мукулатуру, металл и пластик. Волонтеры сортировали в коробке мукулатуру, старые газеты, ненужные книги, офисную бумагу, упаковки от яиц, пластик, бутылки, ведра, баночки от косметики, а также металлические изделия, алюминиевые и жестяные банки и другие малогабаритные предметы. Я здесь, потому что меня волнуют вопросы экологии. Я увидела, как у черепахи доставали из носа пластиковую трубочку с кровью. Меня это очень впечатлило, и после этого я задумывалась об экологии, стало меньше покупать и разделять мусор. И на такие акции я хожу почти каждый месяц, начиная с октября прошлого года, и приношу туда в основном пластиковые обеды, которые у меня из офиса есть. И пластиковые обеды, железные банки из-под консервы, например, бумагу. Хорошо, что есть вообще вот эта акция, потому что контейнеров почти для пластика нет. Единственное, что некоторые частные начинания есть у кофемашины, например, они поставили пластиковые контейнеры в двух своих точках. А вот по сути, у меня есть возможность только сюда приносить вторсырье. В акции приняли участие более 700 горожан. За три часа волонтеры собрали больше тонны мусора. Все собранное вторсырье волонтеры затем доставят в пункты приема бумаги, пластиком и металлолома. Такие акции в городе проводятся примерно раз в месяц. Активисты говорят, что в городе остро не хватает контейнеров по раздельному сбору мусора и сортировочных линий. Напомним, в рамках последней акции владивостокцы сдали на переработку 164 мешка пластика и 14 мешков металла. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, после которой... Молодые и деловые. Во ВГУЭС прошел третий отборочный чемпионат по стандартам WorldSkills. Звездные гости. Янина Мелехова в эфире радиостанции «Лема» рассказала о начале актерской карьеры, о жизни вне камер, а также у спектакля про Фаину Раневскую. Обузданная агрессия. Чемпионат по пляжному регби прошел во Владивостоке в бухте Лазурное. Сегодня с вами я, Александр Масликов, и мы продолжаем. Молодые и деловые. Во ВГУЭС прошел третий отборочный чемпионат по стандартам WorldSkills. Звездные гости. Янина Мелехова в эфире радиостанции «Лема» рассказала о начале актерской карьеры, о жизни вне камер, а также у спектакля про Фаину Раневскую. Обузданная агрессия. Чемпионат по пляжному регби прошел во Владивостоке в бухте Лазурное. Во ВГУЭС прошел третий отборочный чемпионат по стандартам WorldSkills. Более 120 участников и экспертов представили свои компетенции. В этом году среди 10 площадок были две компетенции экспериментальные, рекрутинг и организация экскурсионных услуг. Кроме соревнований по компетенциям, в программу были включены мастер-классы, деловые игры, открытые уроки. Основная цель соревнований – приблизить учебную программу к запросам рынка и требованиям работодателя. За шесть лет «Союз молодые профессионалы WorldSkills Россия» провели порядка 500 региональных, вузовских, корпоративных и национальных чемпионатов. В них приняли участие более 100 тысяч человек и общее число зрителей приблизилось к полутора миллионам. Ну а что касается успехов, тут тоже есть на что обратить внимание. Студенты в ВГУЭС за эти годы одержали 80 побед на чемпионатах разных уровней. Приморские студенты демонстрируют отличную подготовку по таким направлениям, как промышленный дизайн, туризм, 3D-моделирование для компьютерных игр, технологии моды и другие. 47 лет со дня окончания института. Свою дружбу выпускники факультета горных инженеров 1972-го бережно хранят всю жизнь. Они стараются встречаться всем составом факультета, если не каждый, то хотя бы каждые два года общаются с семьями. О дружбе однокашников расскажет Светлана Садовая. Дружба длиною в жизнь. Сотни фотографий, памятных альбомов. Их выпускники факультета горных инженеров Дальневосточного политехнического института 1972-го года бережно хранят всю жизнь. И признаются, дружить начали прямо с момента зачисления в 1967-м году. Звание горных инженеров было всё время в империи российской. Почему? Потому что это были люди, допущенные государственным заказом. Они несли государственную службу. Поэтому было звание горных инженеров. Также была форма погонная, эмблемы, петлицы. В группе их было 27 человек. Выпустили с тем же составом. И этим же составом всю жизнь старались поддерживать отношения. Их не разделили ни годы, ни разные страны, ни разные работы, ни семьи. Последнее обстоятельство, признаются эти горные инженеры, только сплотило. А вот навстречу спустя 47 лет пришли только 12 бывших однокашников. Некоторых из выпуска 1972-го года уже нет на этом свете. Тем не менее, мы фернов собираемся. Просто так. Заехал в Артём я. Гоша, ты на месяц? О, мы сейчас к тебе зайдём. Ну и зашли, поговорили, посидели. В этом году они отмечают 47 лет со дня окончания института. На встречах выпускников они не только вспоминают молодость, но и будто заново молодеют душой. А секрет долгой дружбы признаются прост. Потому что никто никогда ни от чего не требовал что-то дружим и что-то… Всегда рады просто были встречи. В эти июньские дни такие встречи однокашников проходят по всей стране. Свою студенческую дружбу многие выпускники институтов и университетов того поколения пронесли через всю жизнь. А многие, даже уже не молодые приморцы, готовы преодолеть тысячи километров, чтобы вновь встретиться со своей молодостью в стенах родной Альма-Матер. Светлана Садовая, Алексей Заровный. Новости на Восьмом. С 14 по 16 июня этого года Владивосток станет местом проведения традиционного международного фестиваля телевизионных программ и морской документалистики «Человек и море». Впервые этот фестиваль состоялся в 1967 году в Калининграде, а возродили традицию ежегодного проведения фестиваля в 2009 уже во Владивостоке. С этого времени фестиваль «Человек и море» стал одним из самых заметных событий в развитии морской документалистики. Фильмы и телепередачи на морскую тематику присылают на фестиваль многие зарубежные страны и все регионы России. В 2019 году в фестивале «Человек и море» принимают участие работы из Москвы, Анадыря, Санкт-Петербурга, Владикавказа, Хабаровска, Волгограда, Мурманска, Екатеринбурга и многих других. География истории фестиваля «Человек и море» 2019 охватывает все морское побережье России и многие районы Мирового океана. Конкурсная программа фестиваля состоит из 10 номинаций. Просмотр работ фестиваля стартует 12 июня на площадках кинотеатра Уссури. Звезда телесериалов, актриса с яркой запоминающейся внешностью и многогранным талантом Янина Мелехова стала гостей звездной радиостанции «Лема». Во время эфира актриса рассказала о начале актерской карьеры, о жизни вне камер, а также о спектакле про Фаину Раневскую, который был показан во Владивостоке. Пообщались с актрисой театра и кино и наша съемочная группа. Все подробности расскажет Дмитрий Беломеснов. Актриса с яркой запоминающейся внешностью и многогранным талантом. Она отдает предпочтение игре на сцене в театре, нежели в кино. Но, несмотря на это, она звезда многих телесериалов. Янина Буйко, ставшая известной как Янина Мелехова, с ранних лет благодаря родителям приобщилась к миру искусства и уже в школе определилась с будущей профессией. Я в этом всем варилась, жила за кулисами, у папы репетиции. Вечерами они, как правило, были в театре у него и мы с сестрой. Уже после всех наших учеб в школе, кружках всевозможных, мы приходили, в общем, шатались. Ну, как это еще назвать? Во время репетиции за кулисье и любыми наше занятие было лечь поспать в костюмерке. Актриса с легкостью перевоплощается как в вульгарную девицу в картине между нот, так и в серьезную начальственную особу, ведущую борьбу с преступностью в сериале «Ростов». Спасибо, товарищ Козырьев, за помощь. Теперь с ним разговаривать мы будем сами. Уводите. Что он сказал, что я ему отдам? Это моя птичка будет здесь, Чарик. Он подозревается в организации диверсии, поэтому переходит в мое ведение. Есть возражения? В эфире звездного радио «Лема» актриса рассказала про спектакль «Насмешница Фаина», который они сыграли во Владивостоке. Постановка посвящена самой Раневской. Янина призналась, что восхищается талантом Фаины Георгиевны, а также заинтриговала слушателей радио «Лема», отметив, что спектакль не оставит равнодушным ни одного зрителя. Естественно, Фаина Раневская в первую очередь у всех реакция, что это что-то смешное, да, комедийное? Конечно, без этого спектакль не может быть про Фаину Раневскую. Это смешно, но, тем не менее, это о последних днях ее жизни. И, ну, это такой смех сквозь слезы, я бы сказала. Но я скажу только так, что в финале зритель плачет. Рассказала в эфире «Лема» и про работу в сериале «Мэлодрама», который с первых же серий получил статус самого смешного проекта весны 2019 года. Актриса сыграла бывшую жену героя Сергея Бурунова. В интервью Янина призналась, что эта роль далась ей нелегко. Актриса сама подбирала одежду и макияж, чтобы создать образ разведенной дамы, вдруг обнаружившей, что ее бывший муж стал медиабоссом и готовой на все, чтобы вернуть его. К слову, Янина часто сама придумывает образы своих героинь. Как же глупо получилось, что мы расстались. Ну, из-за какой-то там ерунды. Потрясающий сериал. Особенно рекомендую смотреть киношникам, телевизионщикам, артистам. В общем-то, кто понимает кухню изнутри, потому что там сериал о телевидении, в общем-то. И тоже второй сезон уже режиссер Илья Куликов пишет, и там Сергей Бурунов в главной роли, я его супругу играю. Вот. Так что, кто не смотрел, посмотрите обязательно. В эфире радио «Лема» Янина Мелехова также поделилась тем, что уже в скором времени порадует поклонников своего творчества как новыми проектами, так и возвращением на экраны героинь, которых полюбил зритель. Дмитрий Беломестнов, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. Награда нашла героя, не безразличного к природе края. В конце мая Приморцев покорил житель села Барабаш. Ролик, в котором он спасает косулю, быстро разошелся в сети и местных масс-медиа. Сергей Лебедев увидел, как пес гонит копытные вдоль забора из металлической проволоки. Испуганное животное пыталось пробиться сквозь сетку и поранило голову. Охранник отогнал собаку и занес косулю в здание школы. И вот спустя пару недель благодарственное письмо и памятные сувениры из рук директора ФГБУ «Земля леопарда» Виктора Бордюка нашли своего героя. Письмо адресовано Сергею Лебедеву с формулировкой за проявленное неравнодушие в деле сохранения природы родного края. Новая рабочая неделя вновь порадует нас дополнительным выходным. Уже в эту среду, 12 июня, во Владивостоке отметят День России. В этот день на набережной спортивной гавани с 12 до 16 часов развернется концертно-развлекательная программа с тематическими площадками и выставкой военной техники. Кроме концерта для жителей и гостей города будет организована выставка военной техники. Состоится благотворительная ярмарка добрых дел. Пройдет реконструкция русского бала от школы вальца. Детям будут интересны локальные площадки. Аквагрим я рисую на асфальте. Краса русская коса. Игровые зоны и тематические фотозоны. Всех гостей праздника также угостят солдатской кашей. На праздничные гуляния в День России приглашают всех жителей и гостей Владивостока. К новостям спорта. Дальневосточный чемпионат по пляжному регби прошел во Владивостоке. Зрелищные матчи по этому агрессивному виду спорта принимал пляж Бухты Лазурной. В играх приняли участие пять выдающихся клубов Приморья. Подробности расскажет Максим Яковлев. На этой небольшой песочной площадке разворачивается настоящая битва. Спортсмены работают на износ, но сражаются с удовольствием. Для регбистов пляжная разновидность этого вида спорта – особая ниша. В начале лета силачи решили провести дальневосточные соревнования. Пляж Шамары собрал пять выдающихся команд. Пляжные регби проходят в два тайма по пять минут. Перерыв – минута или две. В зависимости от того, насколько устали игроки. Каждый сыграет с каждым, правильно? Каждый сыграет с каждым. Потом будут определяться победители. Пляжный формат буквально переворачивает игру. Тут и поле меньше, и игроков всего пять в команде. Борьба на песке, к тому же, выматывает куда быстрее. Но тем она и полезна. Так, например, считают регбисты 155-й бригады ТОВ. Моряки хоть и носят название «хулиганы», однако играют по правилам и щепетильно относятся к тренировкам. Молодая команда смогла войти в призеры и занять третье место. Говорят, при их маленьком пляжном опыте это достойный результат. Две недели. Это весь опыт, да? Это весь опыт, да. Две недели. Ну, перед полигоном немножко потренировались и вот выступаем. В августе месяце мы поедем в Севастополь на игрище ВМФ. Вот, ну и как бы, а да и пляжный вид спорта для нас будет как дополнительная тренировка перед Севастополь. А вот в лидеры сходу выбились два уже опытных коллектива. Это известный во Владивостоке клуб «Манжур» и представители американского футбола «Дикие панды». Последние, кстати, довольно часто становятся регбистами. Схожие виды спорта позволяют так делать. И что самое интересное, панды со своим стойким характером и техниками из соседнего футбола нередко выигрывают такие соревнования. Вот и в этот раз стали чемпионами. У нас подготовка к чемпионату и более функциональных тренировок, чем пляжное регби, нет. Это песок, это плюс полезно для здоровья, по большому счету, суставы и прочие-прочие вещи. Ну и тут за пять минут устаешь, как за месяц тренировок, хорошо прям. Повозволяет хорошо поддерживать форму. Ну, собственно, мы этим пользуемся активно. Сейчас в летний сезон регбисты начнут проводить открытые тренировки с товарищескими матчами. Шамаровский пляж будет принимать новичков и любителей этого вида спорта каждое воскресенье. Максим Яковлев, Алексей Заровный. Новости спорта на восьмом. И напоследок, еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Компаниям-отловщикам «Белухи» и «Касата» грозят штрафы в десятки миллионов. Слушания продолжаются во Фрунзенском суде Владивостока. Морской перекресток. Американский ракетный крейсер чуть не столкнулся с кораблем ТОВ. Эксперты ждут действий политика дипломатического характера. Молодые и деловые. Во Владивостоке прошел третий отборочный чемпионат по стандартам WorldSkills. Звездные гости. Янина Мелехова в эфире радиостанции «Лема» рассказала о начале актерской карьеры, о жизни вне камер, а также о спектакле про Паину Раневскую. Герою по заслугам. Спасшего в конце мая косули сторожа школы наградили сувенирами и благодарственным письмом. Обузданная агрессия. Чемпионат по пляжному регби прошел во Владивостоке в бухте Лазурное. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните уже завтра. Вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. Гонки РДС «Восток» набирают обороты. Крупнейшие российские соревнования по дрифту в последний раз принимал соседний Хаваровск. Там встретились мастера автомобильного заноса со всей страны. По традиции гонки начались с квалификации, после которой лучшие пилоты проходили дальше в борьбу на выбывание. В итоге финалистами стали три спортсмена из Владивостока, а победителем соревнований стал опытный приморец Максим Седых. Эффектные кадры Хабаровского этапа РДС «Восток». Смотрим вместе прямо сейчас и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. Ну а я вам желаю отличного начала рабочей недели. Всего самого лучшего. С вами был Александр Масликов. Увидимся на Восьмом. Субтитры сделал DimaTorzok